Здравствуйте, дорогие наши студенты и магистранты! Я директор Института Ассамблеи народа Казахстана от Раусского государственного университета имени Халела Дусмухамедова, доктор исторических наук, профессор Жанна Ургенбаевна Кадыралина. В своей краткой видеолекции я хотела бы затронуть некоторые вопросы общности исторических судеб народа Казахстана. А также императивов нашего единства. В эти дни, накануне праздника Дня Единства Народа Казахстана, во всех учреждениях образования страны проводятся лекции о значении этого праздника и о смысле нашего единства. Итак, заботы независимости, мир и согласие стали главной парадигмой общенационального мышления и государственного строительства Казахстана. Это результат целенаправленной работы государственной власти, общественных институтов, а также каждого гражданина. Одним из ярких событий первых лет независимости государства стало появление на общественно-политической арене уникального института гармонизации межэтнических отношений как Ассамблея народа Казахстана. За 25 лет своего существования Ассамблея сумела продемонстрировать все то лучшее, что есть в каждой из этнических культур. В самых первых дней независимости государственной этнополитике заложен главный принцип не этничности, а гражданственности, то есть формирования единой казахстанской идентичности, формирования гражданской политической нации при сохранении уникальности и самобытности каждой из этнических культур. По мнению большинства экспертов, есть три опоры, три составляющие казахстанского единства и согласия. Первое, объединяющее начало, это наша общая история и общая культура. Многим известно, что в основе полиэтничного состава населения Казахстана, которая особенно заметно сформировалась в XX веке, лежит трагедия целых народов, которые не по своей воле оказались на казахстанской земле. Речь идет о политических репрессиях сталинского периода, когда на казахстанской земле оказались депортированные сначала корейцы в 1937 году, затем с началом Великой Отечественной войны немцы по Волжье. Далее в самый разгар войны, а также и после войны, продолжалось переселение неугодных по политическим соображениям для сталинского режима народов. И среди них оказались северокавказские народы, среди них оказались также и репрессированные народы Украины и Крыма. И с этого времени на территории Казахстана, а также и в Гуревской области, трудились представители многих репрессированных народов. С 1937 года в Гуревской области в колхозах были размещены депортированные корейцы из Дальнего Востока. Далее с началом войны и в самый разгар войны, в период войны в 1943-1944 годах на строительстве Гуревского нефтеперерабатывающего завода трудились бойцы, численность которых составляла более 12 тысяч, и они являлись представителями 50-ти национальностей. Кроме того, на объектах нефтяной промышленности в объединении «Казахстан-нефтекомбинат» работали также представители репрессированных народов из Крымской ССР, из Течена-Ингушской ССР. И такое расселение, конечно, пагубно отразилось на жизнеустройстве, культуре, образовании, как самих депортированных, так же и на принимающей стороне. Переселенческая политика сталинского режима имела негативные последствия и для местных жителей. Ведь казахи, как известно, пережили и голод, и также и коллективизацию, как и все народы бывшего Советского Союза. Но несмотря на это, несмотря на то, что казахский народ понес и демографические потери, и в результате голода 1932 года казахи оказались этническим меньшинством на своей исторической родине. И только начиная с 1970 года, как свидетельствуют статистические данные, происходило постепенное увеличение казахского народа. И только в 1989 году казахи стали преобладающим этносом в Казахстане. Таким образом, пережитое общее прошлое объединяет нас. История призывает нас извлекать уроки из позитивов и негативов и учит мудрости, выдержки, чтобы имевшие место в прошлом голод и репрессии, унижения, война и страдания, депортации этносов не повторились в будущем. Второй основой и фундаментом нашего единства являются общие для всех казахстанских этносов ценности. Мы вместе живем на просторной и богатой природными ресурсами земле. Вместе развиваем экономический потенциал страны, создаем культурное наследие. За годы независимости у нас сформировались свои замечательные традиции. Мы вместе отмечаем праздники, день духовного согласия, фурбанай, Пасху, Рождество. И в нашем обществе прочно укрепились такие объединяющие нас нравственные ценности, как почитание и уважение к старшим, гостеприимство, добрососедство. Живя вместе, мы делаем друг друга богаче и мудрее. Почти совпадают время и поводы этнических праздников и памятных дней, хотя называем мы их по-разному. Амал и Наурыз, Песах и Пурим, Соль-Лаль, Хансик. Обряды каждого этноса, на первый взгляд, не похожи, но имеют один и тот же смысл. И мы с удовольствием участвуем в этих праздниках всех этносов, потому что казахстанцы сумели создать особый дух единства, согласия и добра. И, наконец, третья опора, которая объединяет всех нас, казахстанцев, это наше общее будущее. Мы вместе создаем будущее. За годы независимости казахстанцы с первых лет развития суверенного государства, сообща, сделали свободный выбор собственной судьбы. Сегодня же все сферы жизни затрагивают позитивные, динамичные изменения, нас объединяют общие ценности, общие цели, которые играют важную роль в демократизации и нашем движении к развитому гражданскому обществу. Что нам необходимо в дальнейшем для обеспечения межэтнического согласия и укрепления этого главного достояния нашего государства? Формула межэтнического согласия, она также состоит из трех частей. Первая – это верховенство закона, вторая – это эффективная государственная политика и третья – ответственное гражданское общество. Именно эти составляющие при любых вызовах времени и кризисах обеспечивают мир и согласие, стабильность в обществе. Важны четкое соблюдение принципов равенства, прав и возможностей всех граждан, независимо от этноса, религии и языка. Необходима эффективная государственная политика во всех соответствующих направлениях для недопущения межнациональной розни и конфликтов. Необходимо участие всех социальных групп и слоев населения в модернизационных процессах. И по всем этим направлениям сегодня проводится огромная работа. Многое также зависит и от нашей гражданской ответственности и созидательной активности. Казахстан – наша общая родина, общий дом. И все то ценное, позитивное, содержательное, что имелось и имеется в деятельности Ассамблеи народа Казахстана еще не исчерпано. Ежегодно по инициативе Ассамблеи народа Казахстана в стране проводятся республиканские и региональные конкурсы по популяризации казахстанской модели межэтнического согласия и общенационального единства. Символично, что и в нынешний год такой конкурс был объявлен накануне Дня единства народа Казахстана. И в нем принимают участие представители научно-экспертного сообщества, а также молодые ученые, студенты, магистранты и докторанты. Поэтому, пользуясь случаем, хотела бы пригласить вас к активному участию в данном конкурсе. В этот раз заявки для участия в конкурсе принимаются до 15 мая. Итак, идеи единства и согласия, добра и человеколюбия являются неприходящей ценностью, завещанной нам предыдущими поколениями. Наше единство и сплоченность, высота помыслов и деяний помогут нам преодолеть все трудности. В этот священный месяц Рамазан, преддверии праздника Единства народа Казахстана и накануне Дня Великой Победы, 70-летия Победы, желаем всем соотечественникам мира и согласия, благополучия и успехов во всем. Редактор субтитров А.Семкин